Привет, ребят! С вами опять я, Полина Червова, и я рада приветствовать вас на моем канале английский для начинающих с Полины Червовой. Сегодня мы с вами поговорим об очень важной и действительно часто используемой в предложении в речи английской конструкции to be going to. Как ее правильно использовать, зачем она нужна и как правильно использовать ее именно в предложении, как составлять с ним вопросы или отрицательные предложения. Именно все это я расскажу вам сегодня. Если вы готовы заниматься, то давайте начинать! Итак, первое, когда мы используем эту конструкцию? Мы используем конструкцию to be going to, когда мы говорим о том, что мы что-то точно сделаем в будущем, то есть ваш план. Например, вы купили билеты и на следующей неделе вы летите в Рим, да? В данном случае вы используете конструкцию to be going to. Если, допустим, вы сегодня вечером встречаетесь с друзьями, вы уже точно договорились, вы уже точно решили, что вы идете встречаться, вы говорите, я собираюсь встречаться со своими друзьями. I am going to meet my friends. Going в данном случае переводится как собираюсь, либо я намерен, да? Либо можете вообще ее не переводить, это не страшно. Давайте посмотрим, как правильно использовать ее в предложении. Смотрите, to be мы должны спрягать. Глагол to be у нас всегда спрягается. Am, is, are. То есть, I am, потом going to, going to не меняется. После to вы должны поставить глагол, что именно вы собираетесь делать. Например, I'm going to meet my friends after work. Я собираюсь встретиться со своими друзьями после работы. Либо давайте составим предложение с he. Он, he is, так как to be, с местоимением he меняется на is. He is going to work tomorrow. Он собирается работать завтра. Давайте теперь с местоимением they. They are going to travel next year. Они собираются путешествовать в следующем году. They are going to travel. Давайте теперь составим отрицание. They are not going to travel. Просто добавляем частицы not, либо they aren't, да? Are not, можно сократить, да aren't. They aren't going to travel next year. Они не собираются путешествовать в следующем году. У них нет этого в плане. Либо he is not going to work tomorrow. Он не собирается работать завтра. Давайте сократим. He is not, да isn't. He isn't going to work tomorrow. Теперь с местоимением I. I am not going to meet my friends today evening. Я не собираюсь встречаться с моими друзьями сегодня вечером. Запоминаете? Теперь остался вопрос. Давайте составим вопрос с конструкцией to be going to. Как во всех вопросительных предложениях, to be или вспомогательный глагол, у нас должен пойти в начало. Например, Are you going to travel next year? Are На первом месте. You – герой. Going to travel. Наше действие. Next year. Are you going to travel next year? Ты собираешься путешествовать в следующем году? Либо давайте спросим про него. Он собирается работать завтра? Завтра, например, суббота, и вы говорите, а он собирается работать завтра? Is he going to work tomorrow? Is he – да, is на первом месте. Going to work tomorrow? Либо Is she going to cook dinner for us? Она собирается нам ужин готовить, да? Is she going to cook dinner for us? Ну как, запоминаете? Эту конструкцию мы используем всегда, когда мы спрашиваем о планах человека. Например, Что ты собираешься делать на выходных? Или Какие у тебя планы на вечер? То есть, что ты собираешься делать вечером? Полностью вопрос будет звучать так. То есть, Что ты собираешься делать сегодня вечером? У нас здесь с вами есть вопросительное слово. What? Да? Поэтому мы строим специальный вопрос с конструкцией to be, going to. Получается What are you going? What – Вопросительное слово. Are – вспомогательный глагол или глагол to be, в нашем случае to be. Going to do – Собираешься делать действие. Tomorrow, да? Завтра. Когда? What are you going to do in the evening? Что ты собираешься делать вечером? Либо What are you going to do next year? Что ты собираешься делать в следующем году? Ребят, я надеюсь, что видео было простым. Конструкция действительно очень простая и полезная. Также я бы порекомендовала вам посмотреть еще одно мое видео в продолжении этой темы о нескольких способах выразить будущее время. Это видео вы сможете найти по ссылке. В этом видео я рассказываю о том, как можно выразить будущее время в английском языке. Конструкция to be going to тоже есть в этом списке. И чем все эти способы отличаются друг от друга. Это будет отличным дополнением к этому видео. Также я бы хотела, чтобы вы перевели небольшие предложения, которые будут на последнем слайде. Переведите эти предложения с использованием конструкции to be going to. И напишите в комментариях ваши ответы. Я обязательно проверю и дам вам обратную связь. Я рада была видеть вас сегодня. Обнимаю вас. Ставьте, пожалуйста, лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, и тогда вам будут доступны все мои видео. И также добавляйте меня в друзья ВКонтакте. Там проходят анонсы всех важных событий, которые я организовываю для моих учеников. Это марафоны, бесплатные открытые уроки. Также я публикую полезную информацию об английском языке на моей странице. Все это совершенно бесплатно и будет вам очень полезно. До новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!